Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого, Сергеем Понярковым этот художник, который может обидеть каждого. Очередную глупость преподнес стране и миру наш, по недоразумению, президент Вовочка Зеленский. Наш клоун ляпнул, что оказывается он не прятал деньги от налогообложения в офшорах, оказывается это он считает занятием творчеством. То есть смотрите, тогда господин Клочко, который не может объяснить, где он взял 20 миллионов гривен, депутат от слуг народа, он скажет, знаете, вот в моем случае это творчество, это перформанс, я не подсуден, если кто-то другой, ну как депутат-волынец не может объяснить, то его мы будем притягивать, там что-то там у него забирать, какую-то конфискацию, а если ворует слуга народа или не платит налоги, это называется творчеством. Тогда все становится на свои места. Народный депутат от слуги народа Иванисов на самом деле не насиловал несовершеннолетнюю, за что был осужден. Это был акт перформанса. Это приравнивается, допустим, к тому, как Отелло душит Дездемону. Ну кто ж артиста может осудить, ребята, о чем вы говорите? Тот же самый Арахамия, оказывается, не лгун, который врет всем, что купил дом за 36 тысяч долларов, который стоит полмиллиона. Это творческий пароксизм. Это, понимаете, оргазм перформанса. Вот что это такое. Дубинский с всего 26 квартирами и 18 автомобилями. Это гениальный концептуалист, черт побери. Корабельная сосна, ребята. Или опять рассказы про то, что мы перенесем офис, администрацию президента в украинский дом. Ребята, ну как можно серьезно относиться к перформансу? Когда вам обещали конец эпохи бедности, это был художественный вымысел. Это перформанс, ребята. Это творчество. Как вы можете к творческим людям относиться так жестоко? Кстати, я вам скажу абсолютно точно, что теща Стефанчука – это художник-модернист. Она концептуалистка до мозга костей. И это, безусловно, был творческий акт. Я вообще не понимаю, нафига Стефанчук извинялся за творчество? Ребята, они покрыты творчеством. Как собака блохами. Вот что это значит. Теперь смотрите. Разбирая коротко бредятину, которую унес Зеленский, он говорит, я там ни одной новой детали не увидел. Ну и что, сморчок хрипатый, что ты не увидел? Мы увидели. Оказывается, информация, которую озвучил Порошенко на стадионе, про то, что ты вороватый лгун и прячешь деньги от налогообложения в офшорах, оказывается, это правда есть документы. Для нас это информация новая. Мы увидели новую информацию, а именно подтверждение, что ты вороватый брехун. А для тебя, конечно, ничего нового нет. Клоун, ты же это и так знал. Это мы этого не знали. Нам чихать на то, что ты это уже знал, и не новая информация. Для нас новая. Вот что значит, мы четко, абсолютно на 100% убедились, что и ты, клоун, и вся твоя клоунская комарилья, вы врете, вы несете бред. Вы полностью лживые, насквозь продажные лгуны и негодяи. Это информация, которая получила новое подтверждение. Теперь Вова начинает нести какой-то бред, что вот я бизнес там начал с нуля. А Вовочка, ты как Эллочка-людоедка. Ты путаешь значения слов и употребляешь слова, значения которых ты близко не можешь понять. Платить ноль налогов, это не значит начать бизнес с нуля. Какой нахрен бизнес? Канал Коломойского 1 плюс 1 датационный. Где тут бизнес успешный? На базе датационного, вдумайтесь, канала, который Коломойский датирует, который приносит убытки, Зеленский, пользуя его мощностью убыточного канала, видите ли, создает, как он нам врет, успешный продукт. Чувак, тебе на шару Коломойский дает канал убыточный и оплачивает твои счета. С какой стороны? Где тут успешный бизнес? То есть, как можно на убыточном канале делать успешный... Ребята, есть вещи несовместимые, в общем-то, с здравым смыслом. И это то, вот это несовместимые вещи называется слуга народа. Это партия, которая управляет страной к нашему с вами ужасу. И я хочу согласиться с Паярковым, что он очень точно сказал насчет Элочки-людоедки. Да, если честно, то я, можно сказать, такой вот, в общем-то, как бы, Элоч-людоед. Нет, да, я действительно мету-пру, потому что вообще не понимаю, да, вообще практически ничего в государственном управлении. И главное, что я не учился, не учусь и учиться не собираюсь, да. Я, можно сказать, да, недоразвитый, да, лживый, да, мстительный, да, клоуняра, да. И такие же вокруг меня люди подобраны для того, чтобы издеваться над страной и здравым смыслом, да. И, дорогие друзья, есть к вам огромнейшая просьба, да. Там в приложении, да, есть, да, ссылочка на телеграм-канал Паяркова, да. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал, я вас очень прошу, да. Там ссылочка на патреончик, да, тоже, да, кстати, мне будет приятно, если вы откликнетесь, да. Сделайте приятно Вовочке, да, Эллочу Людоену, да. И я хочу сказать, что мы уже давно поняли, да, что долго вы нас терпеть не собираетесь, да. И все от нас зависящее. Я и моя команда, мы делаем каждый день с утра до ночи, чтобы наступил тот светлый момент, которого ждет вся страна, когда за нами не заржавеет. Продолжение следует...